МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев о главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Выстрелы в ночи. Азовчане стали свидетелями вооруженного конфликта. В Ростовской области стартовала всероссийская социальная кампания однозначно. Стоп-грип. В Азове началась вакцинация населения. Азов не криминальная столица Юга России, но выстрелы в ночи уже звучат. Вечером 17 сентября на улице Привокзальной возле офиса букмекерской конторы Лига Ставок произошла перестрелка. Жители многоквартирного дома, находящегося напротив заведения, стали невольными свидетелями вооруженной потасовки. Убили кого-то! Один из очевидцев рассказал нам о случившемся. При этом он предпочел остаться инкогнито. «Часов, наверное, 8 вечера. Зашли со противоположной стороны, на машину поставили, поднялись. И минут 5 буквально прошло. Ну, может, 10 максимум. Услышали хлопки такие, похожие на салют. Два или три хлопка таких. Мы думаем, салют, высказали, ну, как бы посмотрели, вроде бы салюта нет. Вышли, а на улице с полкона увидели, там, человек держит человека на земле, вот так вот, на проезжей части, второго человека. Толпа людей, минут 5 они, наверное, его так подержали. Он полулежа лежал, не двигался. И, ну, вызывали, видимо, скорую. Скорая не приехала, они посадили в Мазду, синюю или зеленую, так вот, темного цвета. И повезли в сторону больницы, видимо, сами отвезли. Вот. Все, два-три хлопка таких было, вот. Ну, судя по тому, как милиция приезжала, полиция там, и машины рассматривали, видимо, они или попали, и вроде бы, я так понял, в колесо правое, там, другой машины. И в семерку, там тоже семерка рядом стояла. Понятно. Скажите, а вообще там какие-нибудь движения часто видны? Часто, да. Летом постоянно там какие-то там крики ночные, там. Вообще непонятно, почему вот это все здесь, все это как бы на легальной основе работает. В пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области подтвердили факт конфликта. В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами. По данному факту проводится проверка. В следственном комитете, в чьей подведомственности находится данное дело, от комментариев пока отказались. В марте прошлого года на заседании Президиума Госсовета президент России Владимир Путин наметил главную задачу в сфере организации дорожного движения – снижение смертности по причине ДТП. Сегодня в Ростовской области был дан старт Всероссийской социальной кампании под названием «Однозначно» одному из ключевых инструментов выполнения поручений президента в ходе федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Широкомасштабная социальная кампания «Однозначно» нацелена на формирование понимания дорожных знаков всеми участниками движения. В настоящее время средняя скорость транспортного средства по территории населенного пункта составляет порядка 60 км в час. Превышение на 19 км в час является нештрафуемым, но, по словам начальника отдела пропаганды областного управления ГИБДД Александра Мухина, создают реальную угрозу жизни и здоровью как водителей, так и пешеходов. Очень много в последнее время идет разговоров о том, чтобы вернуть статью 12.19 часть 1 Кодекса Российской Федерации, а именно превышение скорости 10 км в час. Действительно, 60 – это та минимальная скорость и максимальная скорость, которая будет комфортна для водителя. И в случае совершения дорожного транспортного происшествия не будет таких значительных травм и увечий. В рамках торжественного старта компании однозначно была организована выставка техники, в том числе и ретроавтомобилей, о которых желающим рассказали юные инспекторы движения. Выпускался «Москвич-2140» на заводе АЗЛ «Каз» 1976 по 1988 годам. В патрульно-постовой и дорожно-патрульной службе эти марки автомобилей встречались очень часто. Со временем отечественная милиция стала приобретать эти автомобили взамен на автомобили «Москвич-412», но не в таких объемах, как автомобили маркой «ВАЗ». «ГАЗ-24» «Волга». Эта машина была сразу же после «ГАЗ-21». Основные характеристики ее – то, что на боковой стороне двери было написано «Милиция», а на крышке капота было написано «ГАИ». Ну, эту машину еще можно было встретить в комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Вопрос решения проблемы нарушения скоростного режима стал одним из главных и на пресс-конференции в актовом зале стадиона «Ростов-Арена». По мнению президента экспертного центра движения безопасности Натальи Агре, в результате проведения кампании однозначно ожидается изменение ситуации с дорожно-транспортным травматизмом в лучшую сторону. «Если, например, говорить о городской черте, там, где ограничение стоит 5 км в час, возле учебных заведений, ну, мы понимаем, что если водитель увидел ребенка в темное время суток на скорости 25 км в час и 5, ну, вот ты при желании автомобиль уже не остановишь. У тебя, в общем-то, есть тогда два сценария. Либо ты сбиваешь этого ребенка, либо ты выезжаешь на встречку. У меня есть еще третий, когда ты выезжаешь в тротуар, где тоже могут стоять дети. И водители, к сожалению, на сегодняшний день об этом не то что не задумываются, опять же, это система образования в автошколах. У нас учат правила дорожного движения. У нас никто не учит ситуации читать дорогу, да, и как раз вот избегать тех ситуаций, которые есть. Уважаемые участники дорожного движения, однозначно соблюдайте правила дорожного движения. Это обеспечит вашу безопасность. И знайте, каждого из нас ждут дома. В Азове стартовала прививочная кампания, которая с каждым годом привлекает к себе все больше внимания населения. Наши корреспонденты встретились с помощником эпидемиолога Ларисой Шпилевой, чтобы выяснить, какая вакцина используется в этом году, есть ли у нее противопоказания, а также узнали о лихорадке западного Нила. Подробности в сюжете. С 5 сентября по 1 ноября все желающие могут пройти иммунизацию против гриппа в поликлиниках по месту жительства, а также в специально отведенных местах. В этом году, как и в предыдущих, используется вакцина Сувигрип. Препарат создает высокий иммунитет и при этом не имеет серьезных побочных действий. Всего планируется привить 45% населения. Обязательной вакцинацией подлежат работники медицинской и образовательной сферы, а также транспорта и коммунальных служб. Все прививки, которые мы проводим, мы обязательно проводим после осмотра врача или фельдшера. То есть обязательно медицинский работник подготовленный, он побеседует с вами, поинтересуется, как вы реагируете на все, поэтому никогда не надо скрывать. Нужно доктору все честно, откровенно сказать, какие бывают реакции, к чему чувствительность, потому что в Сувигриппе одно из противопоказаний – это чувствительность к белку куриному. Если люди не кушают яйца из-за того, что они аллергически воспринимают этот продукт, лучше им отказаться от вакцины. Кроме этого, врач поможет подобрать вакцину, подходящую для вашего организма в случае хронических заболеваний. Прививку можно делать, будучи абсолютно здоровым, чтобы не допустить осложнений. Для каждого возраста разработана соответствующая вакцина. У нас организован вакциномобиль, он будет работать по графику в разных частях города. Значит, с сегодняшнего дня будет по графику, этот график был опубликован в прессе, как будут работать. Значит, с сегодняшнего дня, каждую среду будет работать мобиль на территории гипермаркета «Магнит» на Маяковского. В 77 с 2 часов и до 7 вечера могут подойти и проиммунизироваться. В районе Западного Рыбнка по четвергам с 9 утра до 2 часов дня. В пятницу будет Центральный городской парк с 2 часов до 19 работать. В субботу и воскресенье Центральный рынок с 8.30 и до 14.30. Что же касается лихорадки Западного Нила, то в связи с изменениями климатических условий, наш регион вошел в число эпидемиологической зоны, где зафиксированы случаи этого заболевания. В этом году, как не бывало, более 80 случаев в области зарегистрировано лихорадки Западного Нила. Но передается она с укусом комара, чаще всего этот путь передачи. Скажите, пожалуйста, инкубационный период развития этой болезни? Ну, самый короткий от 3 до 7 дней, до 6 дней и может продлиться до 3-4 недель. Но чаще всего в вирусных заболеваниях у них короткий период от 3 до 14 дней. Чаще всего клиника начинается в этот период. И в первой сантимии? Высокая температура, головные боли, ломота, рвота. Это вот эти признаки озноб, сильный озноб, потому что высокие цифры температуры и сильный озноб. А что нужно делать в этом случае? В этом случае обязательно обращение в лечебную сеть к докторам в первую очередь. Только ранняя диагностика может позволить выбрать правильное лечение. Скажите, пожалуйста, а на территории Азова и Азовского района были зарегистрированы случаи? На территории Азовского района регистрировались случаи лихорадки западного Нила. На территории города еще никогда не было. Чтобы обезопасить себя от лихорадки западного Нила, помощник эпидемиолога посоветовала применять обычные средства против укусов комаров. В ближайшее время в Донских муниципалитетах появятся клубы «Папа особенного ребенка», методика и стратегия деятельности которых были разработаны на площадке Азовского дома семьи. Клубы будут действовать в рамках регионального социально значимого проекта «Академия детско-родительских наук». Это комплексная программа сопровождения родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, а также обучение специалистов эффективным практикам и формам развития ухода и взаимодействия с детьми-инвалидами. Сегодня вашему вниманию мы представляем рубрику «Мобильный репортер», где в объектив камеры мобильного телефона попала группа молодых людей, нарушающих тишину и спокойствие граждан. Как стало известно, нашим корреспондентам ежедневно два раза в день около студенческого общежития Азовского гуманитарно-технического колледжа паркуется автомобиль. Оснащенный мощной акустической установкой, молодые люди открывают все двери и багажник, и их музыку вынужден слушать весь микрорайон. К сожалению, на замечания людей подростки не реагируют. Будем надеяться, что родители узнают среди них своих детей и примут соответствующие меры. Если подобные нарушения правопорядка будут продолжаться, за дело возьмутся наши корреспонденты. Также на улице Азовской продолжают свои бесконтрольные прогулки парнокопытные животные. Стоит обратить внимание, что по словам сотрудников муниципальной инспекции и представителей администрации города, хозяйка неоднократно была привлечена к административной ответственности посредством штрафа, но эта мера не возымела должного воздействия. Данное видео является очередным заявлением в администрацию города. Мы надеемся, что порядок на вышеуказанной улице будет наведен. Мы напоминаем, вы также можете стать автором видео в рубрике «Мобильный репортер». Если вы стали очевидцем какого-нибудь интересного события, либо правонарушения, снимайте видео на камеру своего мобильного телефона и присылайте на наш номер WhatsApp, который вы видите на своих экранах. 8-950-858-3367. Будем делать новости вместе. На этом все. Далее прогноз погоды. Подписывайтесь на нас в инстаграме «Пульс Нижнее подчеркивание Азова», а также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Ютуб. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. В четверг, 19 сентября, ясно. Температура днем плюс 16-18, ночью плюс 9-11. Ветер западный 5-6 метров в секунду, влажность воздуха 46%. Уровень воды в реке Дон на 29 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 18 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова